Здарова, ребята! В этом видео мы с вами будем говорить про то, какие айфоны не стоит покупать на 2023 год. Напомню, что поддержка iOS 16 начинается с айфона 8 и с айфона SE второго поколения и выше. По логике, вот эти устройства, которые поддерживают текущую операционную систему, мы и должны с вами рассматривать. Но, опять же, есть прекрасный айфон 7 и 7+, который, опять же, подходит для конкретных задач. В этом видео, как раз-таки, я и хочу затронуть эту тему и давайте начинать. Есть важные вещи для понимания, для чего вам нужен айфон. Опять же, имеет ли смысл обновляться на айфон XR? Ну, если у вас айфон 4s, то, конечно, имеет. Вот такие вот примерно вопросы прилетают в комментариях. И первое, на что я хочу обратить внимание, это то, для чего вам нужен айфон. Многие люди используют айфон просто как звонилку, то есть, почитать новости там в каком-нибудь Adzen и, собственно, написать пару сообщений в Телеграме и позвонить. Для этого, извините меня, и хватит айфона SE первого поколения. Кто-то играет в какие-то супер игры, кому-то нужен большой экран, чтобы посмотреть кино, YouTube и вот это все. То есть, под каждую задачу можно, в принципе, подобрать свой айфон. И неважно, поддерживает он текущую iOS или нет. Айфон 6s и айфон 6s Plus однозначно не нужно рассматривать в покупке. Эти два устройства, да, возможно, прекрасные, но они не поддерживают iOS 16. Они довольно-таки старые. Причем, айфон 6s, именно вот эта вот линейка, она для меня была не совсем понятная. Если вы посмотрите на технические характеристики и сравните его с айфоном 6, то это настолько проходная модель, что даже становится немножко неудобно. Процессор Apple A9, 2 гигабайта оперативной памяти, что, в принципе, уже, наверное, в 2022 году крайне грустно. Постоянная память 16, 32, 64, 128. В принципе, этого, наверное, достаточно, но на вашем месте я бы рассматривал исключительно только 128 гигабайт. Все, что ниже, наверное, уже даже неприлично об этом говорить. Да, вы скажете, там есть камера в 4K, все замечательно, прекрасно, но, во-первых, телефон достаточно старый, действительно старый. Пускай вас не радует то, что он стоит недорого, но батарейки там ужасные. Особенно, что касается айфона 6s, 6s+, еще более-менее, наверное, как-то, но, что касается обычной шестерки, прямо нет. Все актуальные приложения будут работать на этом телефоне, но покупать его с точки зрения, опять же, перспективы, ну, это крайне странная затея. Телефон был выпущен в 2015 году. Он не поддерживает быструю зарядку, в нем нет и беспроводной зарядки. Соответственно, это не очень, опять же, привлекательно в 2022, тем более в 2023 году. Да и вообще, как я уже сказал ранее, айфон 6s это такая крайняя проходная модель, на мой взгляд. С точки зрения перспективы какой-то, я бы вообще не стал его рассматривать. Может быть, как второй телефон, и то, наверное, я бы подумал еще 150 раз. Айфон 7 и айфон 7+, это классные телефоны. Я ходил с айфоном 7+, года полтора, и у меня, знаете, в списке моих любимых айфонов, он, наверное, занимает второе место. Этот айфон не получил iOS 16, соответственно, он у нас в крайне грустном, давайте, приоритете. Потому что те нововведения, которые есть в iOS 16, пускай они незначительные, но все равно хотелось бы, согласитесь, иметь телефон на последней операционной системе. И iPhone 7 и 7+, не имеют такой возможности. Apple A10 стоит на борту айфонов 7 и 7+, 2 гигабайта оперативной памяти на борту айфона 7 и 7+, имеет 3 гигабайта оперативной памяти за счет того, что там просто больше дисплей, нужно больше, собственно, ресурсов, чтобы все крутить, вертеть. По постоянной памяти уже поинтереснее. 32, 128 и 256. Вы знаете, все, что я сказал про iPhone 6s, в принципе, можно и про iPhone 7 и 7+, сказать. Телефоны хорошие, но опять же, с точки зрения какой-то перспективы, я бы не стал покупать его, ну, может быть, годик, годик я бы еще походил бы с айфоном и то, iPhone 7+. Потому что, если возьмете iPhone 7, то будьте добры еще, купите Powerbank или ходите рядом с розеткой. Потому что вот эти вот маленькие телефоны, 6s, 7, очень грустный аккумулятор. iPhone 7 и 7+, не получили поддержку iOS 16. Для многих это было удивление. Я тоже удивился. Все-таки, вроде как, телефон не... Да, он не новый, но он не такой супер старый, чтобы лишать его поддержки iOS 16. Apple может выпустить новый iOS для iPhone 6s, iPhone 7, 7+, но это будет касаться исключительно с точки зрения безопасности. То есть, какое-нибудь там очень минорное обновление, которое будет закрывать серьезную дыру в безопасности вот этих старых айфонов. Конечно, те приложения, которые есть в App Store, они будут обновляться, они будут, в принципе, корректно работать. Но нужно иметь в виду, что запас хода iPhone 7 и 7+, ну это года два. Потому что более какие-то серьезные приложения, игры, они перестанут, ну не то что корректно, они прямо будут ужасно работать на старых устройствах. Опять же, iPhone 7 и 7+, можно рассматривать исключительно с точки зрения как либо ребенку этот телефон, либо как запасной телефон, либо для тех людей, которым вообще ничего не нужно от смартфона, только какая-нибудь проверка почты, позвонить и телеграм. Вот и все. В принципе, это будет более-менее корректно работать на этих устройствах. А играть на них, да, вы сможете на них играть, но опять же, имейте в виду, батарейка будет разлетаться просто как не в себя. Ну и мелкие флаги, фризы вам обеспечены. И плюс телефон, конечно же, будет греться. iPhone 8, казалось бы, это следующий телефон в нашем списке. Да, он имеет A11 Bionic. То есть, это первый телефон от Apple, который вышел на Bionic. Он поддерживает iOS 16 со всеми приколюшками. Ну, не со всеми, конечно, приколюшками, но с большинством. Также 2 гигабайта оперативной памяти, 64 и 256 постоянной. iPhone 8 я снимал обзор, можете посмотреть, ссылку оставлю. Батарейка, опять же, самый главный минус, на мой взгляд, этого телефона, вам будет хватать его до обеда. И не надо тешить себя мыслями, там, да, и надеждами, что я буду просто на нем смотреть видосики. До обеда максимум. У меня, напомню, стоит еще усиленная батарея, которая, по идее, должна вроде как больше работать. Но, опять же, с моим кейсом использованием мне хватает его до обеда. Причем я не играю в какие-то там супер игры, я не играю вообще. Просто Telegram, Safari, YouTube чуть-чуть, все, до обеда он разрядился. Большое достоинство этого телефона, на мой взгляд, это камера. Но, опять же, исключительно только в хорошем освещении. В плохом она достаточно такая посредственная. Опять же, iPhone 8, в принципе, можно взять на год. Но не более, потому что батарейка все-таки вас будет действительно очень сильно напрягать. Вот что касается iPhone 8 Plus, давайте такое маленькое отступление. Его можно рассмотреть к покупке. Все-таки и батарейка там больше, и экран больше, и плюс 3 гигабайта оперативной памяти. В принципе, по всем задачам он вас будет устраивать даже по играм. Играть на таком телефоне гораздо бодрее, веселее, давайте скажем так, чем на iPhone 8. Процентов 70 я ставлю, что iPhone 8 будет поддерживать iOS 17. Но, опять же, его маленькая диагональ и самый главный минус в сотый раз повторяет его аккумулятор. Я бы, не знаю, не стал бы вообще рассматривать этот телефон как основной. iPhone 10 тоже попал в список тех устройств, которые я бы не рекомендовал покупать на 2023 год. В нем стоит точно такой же процессор, как и в iPhone 8, A11 Bionic. Памяти постоянной 64256. Да, там есть Face ID, есть OLED-экран. Все это, конечно, здорово, прекрасно. Но все то же самое по батарейке. Все очень грустно. Я с iPhone 10 ходил больше года и даже когда он у меня был новый из коробки, я очень грустил, потому что аккумулятор действительно слабый. На мой взгляд, единственный плюс этого телефона это камера. Да, камера снимает что фронтальное, что заднее. Очень круто. Телефон достаточно старый и, опять же, процентов 70, что он получит iOS 17 в следующем году. Но все, что я сказал про iPhone 8, также подходит на iPhone 10. Устройство старое, скорее всего, будете покупать его с рук. Там ужасный аккумулятор будет, возможно, неоригинальный дисплей. Это тоже очень важно, потому что, если вы меняете дисплей, трутон у вас не работает. По мне, лучше подкопить немного и вместо iPhone 10 взять iPhone 11. Там хотя бы и сверхширик есть, и iOS точно он получит и 17, и 18. Ну и автономность там гораздо бодрее, чем на iPhone 10. iPhone SE 2020 это последний телефон, который я не рекомендую брать в 2022 и на 2023 год. Да, там стоит Apple A13 Bionic, точно такой же процессор, как и в iPhone 11, что дает ему, опять же, перспективу обновления достаточно большую и запас производительности хороший. Но 4,7 дюйма экран, это все-таки слабовато. В современном мире потреблять контент прямо не очень, скажем так, давайте удобно с такого небольшого экрана. Плюс там Touch ID. Как бы я ничего не имею против этой технологии, она классная, прекрасная. Но если, опять же, у вас грязный палец или эта кнопка грязная, он не будет распознавать его с первого раза. Опять же, у меня iPhone 8 есть, там точно такой же Touch ID стоит, и когда я снимаю обзоры, приходится постоянно эту кнопку протирать. Это немножко неудобно, а Face ID разблокировал, вроде как и замечательно. Ну и камера SE 2020 по характеристикам, она плюс-минус такая же, как и в iPhone 8. Вообще, SE 2020 это что-то среднее по начинке между iPhone 11 и iPhone 8. Посмотрите на сайте Apple, можете сделать сравнение трех этих телефонов и сами убедиться в этом. Дизайн, конечно, этого телефона культовый, легендарный, я бы сказал, но уже, наверное, пора его оставлять в прошлом и переходить на что-то свежее. Пускай даже это будет iPhone 11 или iPhone 12, либо это мини-версия. Мне кажется, нужно смотреть уже в эту сторону. Плюс, естественно, Face ID. Touch ID здоровский, но, опять же, пора это все отправлять уже на покой. Ну и то, что сегодня очень много раз звучало, это батарейка. Конечно же, SE второго поколения ничем не лучше, чем тот же самый iPhone 8 или iPhone 10. Очень грустная батарейка. Вообще, вот эти телефоны, которые с кнопками, совсем как-то по батарейке не вывозят. С точки зрения обновления, конечно же, он будет поддерживаться еще долго. Но вот с точки зрения практичной, на мой взгляд, не очень круто, да, потреблять контент, опять же, играть на телефоне, у которого 4,7 дюйма диагональ экрана. Плюс это, конечно же, еще IPS. Не забывайте, это никакой не OLED, это старый, добрый, всеми, наверное, любимый IPS. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каким iPhone вы сейчас пользуетесь и какой думаете купить. Вот мне действительно будет интересно почитать, потому что много людей мне пишут, Дима, у меня сейчас такой-то, имеет ли смысл покупать такой-то iPhone? Я думаю, блин, очень интересно посмотреть, почитать, какими iPhone вы пользуетесь сейчас. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно было вам полезно, обязательно ставьте лайк, не знаю, там, подписку. Буду прощаться, здоровья вам желаю, дальше больше, пока.